Вообще, у нас в стране стала некой традицией ругать Роскосмос и его руководство. Особенно это любят делать различные диванные критики и к месту, и не к месту, поминая Рогозина и и же с ними. На улицах российских городов можно часто встретить молодых людей в футболках с логотипом НАСА, восторгающихся гением Илона Маска и пересылающих друг другу демотиваторы наподобие вот этого. Снисходительно посмеиваясь над этими унылыми дедами, в сердцах вздыхая, вот, дескать, у нас все так через одно место. Застой, разруха, кумовство, тупость и непрофессионализм. То ли дело SpaceX, модные, толковые ребята наподобие нас, веселые, такие модные. Только вот нам не дают пробиться сквозь эти административные препоны, а то мы бы эх. И автор этого демотиватора явно не в курсе, что практически все разработчики и главные конструкторы новых аппаратов, таких как Спектр, Луна, Экзомарс. Это молодые люди до 40 лет. Но продолжают бездумно все это пересылать, смеясь над кем? Над самим собой? Потому что смеяться и презрительно говорить о своей стране, какая бы она ни была, это то же самое, что смеяться над самим собой и презирать самого себя. Или своих родителей, или своих детей. Вы же не выкладывайте фотки своих детей, если те оплошались, и не пишите там, что вот посмотрите какие они дебилы. И не говорите им с утра до вечера, что они тупые, если у них что-то не получается. Или они что-то делают не так. Да слушайте, даже когда мы точно знаем, что наш ребенок не прав, то у нас все равно внутри появляется чувство сочувствия, а не ненависти. Вот так же и с Родины. Не надо ее с утра до вечера поливать по-моями, думая, что тем самым вы ее измените к лучшему. Так вы ее только угробите. Да и себя тоже. Так вот, в американской прессе одна за другой начали появляться статьи с критикой российской космической отрасли, причем со схожими тезисами. И вот, что здесь интересно. Еще каких-нибудь лет десять назад нас действительно было за что ругать. Ведь космическая промышленность переживала упадок. Но как ни странно, тогда коллективный запад молчал. И вот тут вспоминается такая поговорка, если нас критикуют, значит мы все делаем правильно. Строящийся космодром Восточный станет своеобразным кластером ракетно-космической отрасли России, в состав которой входит сам космодром с возможностью запуска всех типов перспективных летательных аппаратов, аэропорт, город Сиолковский, который станет техноцентром будущего российского космического кластера. И на самом деле сегодня в российской космической отрасли идет настоящий бум развития, лейтмотивом которого является создание новой инфраструктуры для выполнения национальных космических задач 21 века. Строительство космодрома Восточный со всеми там этими скандальными историями, со всеми этими коррупционными скандалами, затягиванием строительства, переносом сроков сдачи и прочим, прочим, прочим. Да, 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 все это есть и было, но он строится. Коррупционеров принимают и сажают, его строят и все равно в итоге достроят, а заодно и почистят ряды, так сказать. Поэтому и строительство, и переход на новые типы пилотируемых кораблей, и ракет-носители, под которые развертываются мощности, и новые заводы, такие как Красмаш, изготовитель ракеты Сармат, полет, который выпускают ракеты-носители семейства Ангара, предприятия Прогресс, производство и проектирование ракеты Союз-5, и многоразовые ракеты Амур, Протон-МП, производство ракетных двигателей и так далее. Все это создает огромный задел для будущего. И совершенно незаметно и без агитации идет строительство самого крупного в мире национального космического центра в Москве, который объединит под одной крышей специалистов ракетно-космических отраслей всех областей науки и техники. Создается он в Москве по вручению президента. Его строят на территории Государственного космического научного производственного центра имени Хруничева в районе Филевского парка на западе столицы. Общая площадь зданий превысит 250 тысяч квадратных метров. Этот научно-космический центр станет крупнейшим космическим центром в мире. А между тем началось проектирование и изготовление модулей национальной космической станции, именно российской. Идут совместные с китайцами работы в деле создания лунной научной базы. Российский научный проект Миллиметрон вызвал существенный научный интерес и началась подготовка к межправительственным соглашениям с рядом стран, такие как Китай, Южная Корея, Франция, Италия, о вхождении в состав участников проекта этой астрофизической космической обсерватории, которая называется Спектр-М. Разумеется, об этих и прочих проектах, например, проекты Нуклон, Сфера и другие западные журналисты, как и наши диванные критики, не скажут ни слова, иначе их критика потеряет всякий здравый смысл. Еще смешнее выглядит претензия к внезапно появившемуся в открытом космосе сквозному отверстию на корабле Союз МС-09 в 2018 году. Кстати, виновника данного инцидента уже давно нашли, но наши не стали просто его выдавать и позорить, хотя все намеки недвусмысленно указывали на него, а точнее на нее. И это она оказалась членом американского экипажа. Разумеется, в НАСА все отрицают, и это выглядит еще смешнее, учитывая отказ экипажа США пройти тест на полиграфе, как, например, это сделали российские космонавты. А отказ США предоставить образцы сверл на их сегменте МКС для их анализа, все это расставляют по своим местам. Они отказались их предоставить. Да и камера на стыке российского и американского сегментов, которая мониторила там обстановку, именно в момент сверления почему-то отключилась. Очень странно. При этом мало кто знает о постоянных поломках туалета в американском сегменте МКС или об отказе разнообразных систем жизнеобеспечения, который не раз приводил к необходимости астронавтов США пережидать проблему в нашем российском модуле. Потому что Роскосмос не трубит об этом из каждого утюга, как это делают американцы по отношению к России. Вот она, западная солидарность во всей ее красе. Стыковка модуля наука к МКС, которая прошла, ну, в общем-то, штатно, освещалась западной прессой и самим НАСА так, как будто настал последний день существования МКС. Нападки западных журналистов на российский космос имеют вполне логичную цель – отвод глаз от собственных проблем. А проблем много. И это не какие-то мелочи, как, например, то, что доставленный Китаем лунный грунт по своему составу значительно отличается от такового в США, а, напротив, схож с реголитом, доставленным автоматическими станциями СССР. Нет, это еще только цветочки. А вот ягодки. Амбициозная лунная программа США Артемида накрывается медным тазом из-за банальной и невероятной проблемы – отсутствия скафандров для высадки на Луну. И вот самый прикол. Разработка скафандров займет как минимум 4 года, что ставит полный крест на планах НАСА высадиться на Луну в 2024 году. Так, подождите, подождите, но ведь американцы были на Луне. Скафандр Армстронга, например, в музее НАСА висит. И доступен ли исследование, в чем проблема? Ну, возьмите и сделайте такой же. И это при наличии всех чертежей, материалов и живых образцов реальных скафандров, используемых в программе «Аполлон», которые якобы доказали свою сверхнадежность и не имели нареканий и изъянов во время полета. Так чего там тогда 4 года разрабатывать, срывая тем самым национальную космическую программу США? А как насчет многоразового корабля «Старлайнер» от компании «Боинг»? Изначально отмену его полета к МКС удачно прикрыли тем, что вот как раз тогда модуль «Наука» внештатно включил двигатели, что спровоцировало вращение МКС. Но на самом деле оказалось, что он был технически не готов к полету из-за дефекта клапана двигательной установки. Обещали все исправить и запустить корабль 6 августа, потом 7, затем 8. В итоге 13 августа корабль решено было отправить на завод для устранения каких-то там еще неполадок. Едем дальше. Ракетный двигатель «Бе-4», разрабатываемый в США на замену российскому «РД-180», столкнулся с такими проблемами, что Конгресс США внезапно одобрил покупку новой партии модернизированных ракетных двигателей «РД-181М», от которых они должны были отказаться еще 8 лет назад. То есть американцы, имея колоссальную научную базу, Илона Маска, всех этих модных молодых людей, так и не смогли за 8 лет построить свой нормально работающий ракетный двигатель. И это нормально. Наука вообще такая штука, что торопиться не стоит. Но вот у нас то, что не могут достроить космодром, целый космодром — это сложнейший объект с кучей инфраструктуры, оборудования и прочего, прочего, прочего. Так вот это вот беда-беда настоящая. И только ленивый не пинает Рогозина. Кстати, Илон Маск обещал в 2022 году отправить свой Старшип в беспилотный полет на Марс для отработки всех систем корабля. Ну что ж, ждем-с, как говорится. Разумеется, в США понимают все проблемы как российской, так и собственной космической отрасли. И, видимо, они настолько серьезны, что США даже ввели санкции против главных структур Роскосмоса. Это РКЦ «Прогресс» и АОЦ «НИИМАШ», которые разрабатывают и выводят в космос пилотируемые космические корабли. А вот еще интересное. В 2020 году было сенсационное заявление о первом фильме, съемки которого будут проходить в космосе, в реальном космосе. Там еще был Том Круз, заявлен как актер, который совершит полет на МКС, и ему в этом поможет лично Илон Маск и НАСА. А помните эту историю? Да вот только вскоре кинорежиссер Даг Лайман обратился с этим предложением к Роскосмосу. Было это как раз в январе 2020 года. Группа Дага Лаймана уже была готова заключить контракт на полет и съемки. Но в дело вмешался Конгресс США, который запретил им это делать. И это несмотря на то, что график уже успели согласовать, и даже начались съемки каскадеров в летающей лаборатории Роскосмоса в Чикаловском. Американская демократия и свобода выбора во всей красе. Но Россия самостоятельно решила продолжить работу в этом направлении и снять фильм «Вызов усилиями фонда кино и Роскосмоса». Потом был такой японский миллиардер Юсаку Мэйцзава, который устал ждать обещания Илона Маска отправить его в космос, и с этим же вопросом обратился к Роскосмосу. Как итог, 8 декабря 2021 года он и его друг полетят к МКС на космическом корабле «Союз МС-20». Эти два японца доведут количество космических туристов на МКС до 9 человек. Но и не лишним будет напомнить, что предыдущие 7 космических туристов летали тоже исключительно на Российских Союзах.